У нас на носу всеукраинские выборы в местные советы, и у нас, возможно, будут парламентские выборы. Почему мы так с вами тогда еще разговаривали на предыдущей программе? Потому что Порошенко увидел, что парламент такой ему не нужен, который не принимает нужные для Порошенко решения. И не только для Порошенко, а для Нуланд и поэта, которые были в роли зрителей на концерте, когда пели два гимна. В этом смысле у меня вопрос такой. Данные выборы, черниговские, они проиллюстрировали некое состояние вещей, состояние общества, политикума. Наверное, самое тоже правильное слово, если употребил уровень издевательства над электоратом, над людьми. Вопрос такой. К чему готовиться? К уголовным делам. Вот первое уголовное дело уже пошло, Лазового уже. Я имею в виду, к чему готовиться на будущих выборах? К уголовным делам, перестрелкам, убийствам, я так думаю. И массовой раздачей, гречки, денег и так далее. Я бы еще все-таки отметил, не спешил закрывать тему, тема радикальной партии. Вот эти выборы обозначили, если по-простому выражаться, такое впечатление, что радикальная партия Ляшко сорвало крышу. Знаете, кого Бог хочет покарать, того он лишает разума. Если на прошлой неделе генпрокурор внес представление на привлечение, на снятие неприкосновенности с нескольких депутатов от радикальной партии Лазового, Масейчук там тоже фигурирует в этих фактах избедения. И теперь добавилось, и фактически... Но это не по тому факту, это по-другому. В тексте избирательной кампании, вот это инцидент Дурнев и представителей радикальной партии, когда они его убили, да? То есть получается, что фактически открытую и бесповоротно уже начала радикальная партия борьбу с блоком Петра Порошенко. И Юрий Луценко на той неделе, когда комментировал, какая же фракция, или на этой уже комментировал, не помню, по поводу будущего коалиции, по его мнению, скорее из коалиции выйдет радикальная партия Ляшко. Углубляется раскол парламентский. Да, и война на этой неделе, которая вошла... И кто же победит в этой войне, Ляшко или Порошенко, вопрос? Форму? Ну, Порошенко, конечно. Победит. Хорошо, версию слышала. У Ляшко очень много конкурентов сразу. Чего ожидать нам на данном Черниговском прецеденте в ближайшем будущем? Немножко по-другому отвечу. Я помню, как голосовали мои соседи. Мои соседи, женщины в том доме, в котором я живу. Они одевали красивые платья, они одевали красивые хусточки. Это было несколько лет назад всего лишь. И шли голосовать. То есть процесс голосования был как общественный долг, общественная обязанность, как праздник. Это еще длится в советских временах. Сейчас две трети не приходят. То есть две трети избирателей считают эти выборы унизительными для себя и не приходят. Вот это главная партия не проголосовавших. Две трети. Вот эта партия, она самая большая, во-первых. И она более-более того скажет свое слово на осенних выборах. Спасибо, Василий. Последняя фраза, последний тезис. Говоря о явке, почему не пришли. Первое, жара. Самое простое, да? Второе, это лето. Третье, это никого своих нету, все заезжие. Четвертое, самое главное, наверное, все они одинаковые. Результаты опроса, проведенного КМИС последнего, показывают, что около 40% всех опрошенных, они либо не пойдут голосовать, либо не доверяют нынешним политикам и политическим партиям. А я еще добавлю, просто-напросто получается, что политический спектр весь сместился вправо. Нету альтернативы. Ну, радикальные политики правые, да. Они все сейчас, они все правые. Правые, либо центральные правые, либо совсем правые. Ну да. Левых нету вообще в политике. Выбора нет. Возможно, растет запрос на левую силу, будем наблюдать.